Таких арен, как ваши, у нас еще совсем мало. Именно так отозвалась спортивная делегация из Китая о главной хоккейной площадке Владивостока – Фитисов-арене. Представители спорта из Поднебесной не случайно заглянули на приморский лед. Дело в том, что уже в 2022 году Пекину предстоит принимать у себя зимние Олимпийские игры. И местному спортивному сообществу нужно для подготовки, так сказать, черпать вдохновение у своих соседей. Мне очень понравилась эта арена, потому что она многофункциональная. Все оборудование и спортивный инвентарь – хорошие и современные. У вас хорошие методики тренировки для детей, у которых с раннего возраста закладываются технические навыки. Это отличная база для дальнейшего роста мастерства. Китай сегодня усиленно работает над развитием спорта. Наши азиатские соседи выращивают чемпионов уже практически по всем дисциплинам. Но вот что касается зимних видов, то здесь Китайская Народная Республика пока этакий перспективный новичок. Поэтому Олимпиада и должна стать тем самым толчком в развитии здесь хоккея, фигурного катания и прочего. Кстати говоря о хоккее. Свой неплохой коллектив «Кунь Луни Ред Стар» китайцы уже выставили в КХЛ. И теперь адмирал не понаслышке знает о том, с какой подачи играют в Поднебесной. Каждый вопрос, который связан с развитием, с тренировочным процессом министров спорта интересен. Ну а мы по возможности, как гостеприимные хозяева, предоставили им такую вот интересную встречу. И показали свои возможности, чем мы обладаем. Некоторые моменты даже удивили. Вот например там тренажер для подготовки с искусственным льдом, который позволяет как раз нам некоторые моменты шлифовать в технике катания, владении клюшкой, в условиях нехватки льда. Как отметили гости, сейчас даже рассматриваются возможности регулярных спортивных обменов и проведения совместных учебно-тренировочных сборов наших и китайских ребят. Такое мнение делегация высказала после того, как посмотрела за игрой местной юношеской команды «Тайфун». Приморцы, к слову, в новом сезоне молодежной хоккейной лиги не раз смогут сыграть с китайской командой «Хэйлуньзян». У нас с ними были запланированы летом товарищеские игры, проходили они тут также в Владивостоке. Одну выиграли, одну проиграли, поэтому хороший соперник. Очень много североамериканских ребят. Видно, есть и китайские ребята, поэтому я думаю, будет интересно. До зимних Олимпийских игр в Пекине еще четыре года. Однако уже сейчас можно понять, что Китай не только подготовит грандиозное шоу, но и позаботится обо всех объектах и условиях. Ведь еще в 2008 году на летней Олимпиаде мы убедились, что всемирные соревнования этой стране по плечам. Максим Яковлев, новости спорта на 8.